И настает время, наконец-то, уже пообщаться с гостями. Сегодня у нас в гостях представители группы Secretland. Это Максим Михайлов и Кирилл Стельмут. Доброе утро. Доброе утро. Ну, собственно, сегодня мы поговорим о вашем творчестве. У вас, я знаю, вышел недавно клип новый. И, в принципе, ну, я не знаю, давайте, может быть, в нескольких словах клип о чем, как снимался, как вообще вышли. Снимали в Крыму. Ну, как, сначала была идея снять просто клип, потом мы нашли место очень красивое, это замок Манжене. Ну, в общем-то, как, попытались обыграть это место. В принципе, в клипе это все видно. Вот так вот. One Day называется. One Day, да. Один день. Да. Название не привязано. Лирика не привязана к картинке. Нет, нет, нет. Сначала писали песню, а потом уже придумали. Создать красивую обложку. Да. Ну, я думаю, что... Я думаю, что нам посмотреть все-таки его сначала, а потом уже обсудим все, что мы увидели, все, что нам понравится. Вот мы с вами посмотрели, вот у меня теперь есть логичный вопрос. Расскажите мне, так как вы пели на английском, теперь вам придется объяснять мне, о чем была песня. Ну, я говорю, что не привязаны были слова. Сначала была написана песня, потом мы снимали клип. Ну, скажем так, это один день. Один день жизни, один день... За день может много чего произойти. Более того, события одного дня могут влиять на всю будущую жизнь. Да, фактически здесь произошло вот с этой девушкой, да, какие-то определенные события в этот день. Ну, вот можно вот так вот сказать. Сейчас создавать музыку, вот у вас есть коллектив, вы создаете музыку, это больше превращается в хобби или можно это делать профессией? Потому что, ну, понятное дело, никто не скрывает, что для того, чтобы достичь больших высот музыкального Олимпа, нужны продюсеры, нужны финансовые вливания. Насколько вот на уровне невысокого шоу-бизнеса легко? Ну, конечно, скорее всего, это хобби, потому что, ну, понимаете, да, сегодня продать музыку и как-то на ней заработать очень тяжело. Поэтому, да, наверное, хобби. Хотя все равно все стремятся сделать это профессией, да, заниматься профессионально, но пока это хобби. Хотя этому хобби, наверное, уже 20 лет. А верите ли вы в то, что музыка может вдохновлять? Ну, безусловно. Наверное, это главное, для чего она делает. Это ее цель, наверное, даже? Да, конечно, верю. Конечно. Это главное, зачем я тогда ее делал? Опять же, в последнее время, ну, особенно в последнее время, многие отечественные потребители музыки говорят, вот, если группа нашинская, русская, то потешево на русском языке, зачем заимствовать другие языки? Зачем петь на языке, который кому-то непонятен? И причем, ну, не берется в расчет то, что иногда вокал выступает как отдельный инструмент, и он просто, ну, гармонирует с основной мелодией. Наверняка же свой адрес тоже такое слышали. Ну, 20 лет я слышу этот вопрос. Ну, представьте, Абба пела бы на шведском языке. Далеко бы они продвинулись? Ну, или группа Modern Talking на немецком. Английский язык дает вам преимущество аудитории. Она становится, ну, в разы больше. Вот для этого. А расскажите, пожалуйста, вот как вам было снимать, вот что вас вдохновляло, вот где вы искали все-таки? Вот все-таки нашли это место, и как вы его искали? Вообще, как нашлось? Да, да, про работу. Меня очень вдохновила эта история своей необычностью вообще. Мы когда разрабатывали саму концепцию съемок клипа, он был такой, придуман в классической манере, в такой викторианском стиле. И он не соответствовал как бы современным клипам, которые сейчас в основном снимают. То есть создать его монохромной изначально была идея? Да, черно-билла, цветокоррекция там была, она добавляла некое впечатление у зрителя, создавалось о том, что он смотрит такой кинематографический, практически кино. Вот мы старались его сделать как можно более кинематографичным, этот клип. А места мы начали искать какие-то, была идея такая, что снять какой-то разрушенный замок, какую-то разрушенную усадьбу, да. И мы начали искать, и нашли в Пионерском усадьбу Манжене. Сначала на фотографии. А, это как на правую трассу входишь? Да, 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 совершенно верно, да. Ее, конечно, уничтожили, убили абсолютно. Вот я ее лет 7 назад видел, мне казалось, она была немножко пообъемнее, больше стен было. Нету целого куска. Да, там обвалился герб, который был на здании. Причем я думаю, даже не обвалился, он спилен этот герб, и вот кто-то увез. Кто-то себе медальончик. Да, да, да. Мы когда первый раз сюда приехали, природа была, туман был, вот, и было, складывалось такое ощущение, что сейчас вот оттуда выйдет какой-то призрак, и нас с нами поздоровается. И создаст абсолютный антураж. Да, да, да. Атмосфера соответствовала. А в планах еще создание, в ближайшее время, по крайней мере, ждем что-нибудь от вас? Ну, всегда я что-то делаю. Ну, понятно, идея есть всегда. Я имею в виду вот проект, который вот осталось только перерезать ленточку, чтобы он стартовал. Да, да, я все время делаю, и сейчас у нас готовится новый альбом, это другой немножко проект. Не знаю, будет ли он в защиту памятников крымских, но все, что я делаю здесь, я, конечно, пытаюсь привязать к местным каким-то памятникам, к каким-то местам, потому что в Крыму-то достаточно снять красивый клип. Да, конечно, все делаем. Ну, вот этот клип мы выпустили в марте месяце, да, в конце, сразу не получается много проекта. Ну, понятно, нужно постепенно все. Да, я хотела просто сказать вам спасибо огромное, пожелать вам творческих успехов.